Чего же на самом деле боится пресловутый коронавирус? Более 40 лет назад на экраны нашего телевидения вышел замечательный фильм с Константином Оганевичем Райкиным в главной роли, который назывался «Труфальдина из Бергама». Мы все дружно смеялись над этим фильмом. Мы с удовольствием слушали музыку из этого фильма. Ровно такое же удовольствие я получил, ровно такое же удовольствие я получил несколько часов назад, когда на просторах интернета я увидел очередного «Труфальдина» из очередного «Бергама» нашего доктора, который 20 лет, с его слов, работает в Италии, и он предложил новый способ борьбы с коронавирусом. В чем же он заключается? Глубоко уважаемый наш коллега из Италии заявил о том, что алкоголь очень хорошо разрушает липидопродеидные защитные свойства коронавируса. И поэтому он настоятельно рекомендует использовать спирт, использовать водку для того, чтобы мы могли ингалироваться таким образом. Каким же образом? Глубоко уважаемый доктор из Италии утверждает, что алкоголь разрушает жировую защитную пленку коронавируса, препятствует таким образом развитию коронавируса в теле хозяина, самого. Абсолютно при этом товарищ забывает о том, что львиная доля вирусов как раз-таки отличается от другой микрофлоры и от других микроорганизмов тем, что очень легко проникает в хозяйские клетки. И тем самым разрушает не только, если на самом деле разрушает, что очень сомнительно, жировую защитную пленку коронавируса, но и разрушает клеточный материал, энергетический материал самого человека. Это с одной стороны. С другой стороны, дамы и господа, представьте себе картину, представьте себе картину, когда вы на марлю вот таким вот образом наносите алкоголь, как вам советуют, прикладываете к маске и дышите вот этими парами. Более того, господин из Бергамы, или откуда он там взялся, советует точно таким же образом обрабатывать подушку на ночь глядя. И с какой головной, с какой головой, с какими глазами мы утром проснемся, мы утром встанем, если мы утром проснемся и встанем. Потому что прямая, прямая, у меня даже слов не находится, я даже заикаюсь, я прошу прощения, от этого кошмара, от Руфальдина из Бергамы. Потому что, представьте себе, с точки зрения алкоголя, с точки зрения алкоголя, он попадает через порыв к нам сразу буквально в кровь. У нас есть опыт применения таких вещей, но под контролем врачей. А с точки зрения неорганизованной толпы, у нас был опыт применения, попытки применения алкоголя в системах для курения, в системах вейпов. И какое количество интоксикаций, какое количество смертей мы получили. А представьте себе, на секундочку, такие рекомендации широким шагом вошли в народ. И мы не знаем, в каком состоянии, преморбитном, в каком состоянии сопутствующих заболеваний находятся наши замечательные пациенты. Есть ли у них проблемы с печенью, есть ли у них проблемы с желчным пузырем, есть ли у них проблемы с легкими, есть ли у них проблемы с сердцем и так далее, и так далее, и так далее. Когда пары алкоголя, в буквальном смысле, вызывают проблемы с сосудами головного мозга, вызывают алкогольную, послалкогольную, церебральную, энцефалопатическую патологию. Когда мы практически делаемся самостоятельно заложниками популярного, достаточно, к сожалению, состояния в нашем народе, под названием белая горячка. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте мы с вами дальше пойдем и посмотрим на рекомендации глубоко уважаемого господина из Бергамо. Вот то, что у нас называется жиром. Вот у нас масло сливочное, липопротеиды. Вот у нас кусочек еще одного липопротеида под названием наше любимое русское лекарство сало. И что мы с вами делаем? Мы и сюда, и сюда наливаем алкоголь. Для чего? И давайте мы с вами посмотрим, сколько нам потребуется времени, сколько нам потребуется времени для того, чтобы разрушилась жировая прослойка. Давайте посмотрим. Помните знаменитый фильм Леонида Гайдая? Операция И и другие приключения Шурика. Когда герой, который исполнял Никулин, ему посоветовали разбить бутылочку вина. И вот таким вот образом, я боюсь, что сейчас моя жена скажет, дай я тебя! Шутка. И что мы с вами наблюдаем? Никакого растворения не получается. А здесь, на секундочку, 90% алкоголя содержания. И что? Ничего не получается у нас с этим, дамы и господа. Ничего не получается. В то же время, когда у нас есть совсем рядом с нами продукты, продукты, которые на самом деле очень хорошо разрушают пресловутый коронавирус. И своим вот этим открытием, в 1892 году, мы обязаны Ивановскому еще и в том плане, что он не только открыл микроорганизмы, которые потом назвали вирусами, но он определил природу веществ, которые разрушают эти самые вирусы, под названием, в том числе, и коронавирус. Это что у нас? Это растительные вещества, содержащие внутри себя, содержащие в себе алкалоиды. Самая популярная из них, это посленовая группа растений. А что мы знаем с вами из посленовых групп растений? Это у нас, конечно, к сожалению, табак. Это у нас, к сожалению, табак. И поэтому, на сегодняшний день, опять же, на просторах интернета, вы можете найти информацию о том, что медицинские работники и пациенты пользуются пластырями с никотином, которые очень хорошо, с их слов, субъективно помогают для борьбы с коронавирусом, с вирусами. И в то же время звучит такая фраза, что они не понимают природу, они не понимают природу воздействия этих вещей. А природа лежит в плоскости доступности. Это алкалоиды с повышенным щелочным образованием. Все то, что у нас вызывает состояние изменения кислотно-щелочного равновесия в сторону ощелачивания, очень хорошо нам помогает бороться с вирусами в целом. И в частности, с коронавирусом. Потому что коронавирус не терпит щелочной среды. Растительное масло. В первую очередь, неное масло. Во вторую очередь, оливковое масло холодного отжима. В третью очередь, нерафинированное растительное масло. Картофель, баклажаны, чай. Ну, кто курит, тот, конечно, может продолжать курить. Но, пользуясь случаем, дамы и господа, я хочу вам сказать, что на знаменитых сигарных фабриках во время вирусной патологии, особенно, которая вошла в наше сознание и в нашу память, как знаменитая испанка 1918-1920 года, на Кубе, в Португалии, в Испании, производство, где делались сигары и сигареты, никто не страдал этим заболеванием. Никто не попадал в группу риска в связи с этим. Поэтому, очень внимательно слушайте советы, очень внимательно, очень внимательно фильтруйте в этом смысле слова информацию, потому что мы можем опять наступить на горячо любимый нами народный инструмент, на грабли. И вот опять мы с вами возвращаемся к чему? К липопротеидам. И что у нас получилось? Ничего не растворилось. Сало, как было, сало, как говорит моя любимая Теща, а что с ним сало? Сало, самое главное, чтобы сала не было мало. Вот, у меня его немало. И сливочное маслечко, очень хорошее, вологодское. Посмотрите, ничего ни на капельку не растворилось. А возвращаясь опять же к нашему глубоко уважаемому коллеге из Бергамо, я хочу сказать, наверное, по биохимии у этого товарища была квадратная двойка, потому что для того, чтобы разрушить жиры алкоголем, нужны специальные условия. И пользуясь случаем, я хочу вам сказать, что на нашем очередном вебинаре мы с моей женой, замечательным ученым, профессором, организатором нашего дела, руководителем нашей клиники, подробно остановимся на способах безопасной борьбы с вирусами в целом и в частности с коронавирусом. Помните, пожалуйста, о том, что коронавирус пройдет, но природа вирусная не пройдет, потому что господину Ивановскому, который открыл сами вирусы и является основоположником науки и вирусологии, приписывают такие слова «вирус есть вирус», «вирус есть вирус» и человек, человечество без вируса жить не может. Аккуратно с алкоголем, аккуратно со сливочным маслом, а сало ешьте от души. Почувствуйте исключительную заботу о вашем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok